Как переходить дорогу, что означают дорожные знания и какой цвет светофора безопасен для пешехода? В знаниях правил дорожного движения соревнуются 10 команд юных инспекторов школ Вологды. На 8-м городском конкурсе светофор побывала Александра Шер. Кто не знает, выучите срочно правила движения, чтобы не волновались каждый день родители, что спокойно ехали по улице водителей. Команда под названием «Пешеходы школы номер 30» подготовила сценку о том, что торопиться на дороге опасно. Вместо школьного класса можно оказаться в больнице. Каждая из 10 команд участниц 8-го городского конкурса по безопасности дорожного движения среди школьников подготовила свои интересные выступления и презентации. Стоп-машина, стоп-мотор, тормози скорее шофер, красный глаз глядит в упор. Это строгий светофор. В Вологде существует 26 отрядов юных инспекторов дорожного движения. Больше половины из них захотели показать свои знания на конкурсе. Но в финал попали те, кто подготовил лучшие программы. Мы ездили целую неделю, просматривали готовность команд. И только 10 команд мы отобрали сегодня для участия в финале. Визитка, творческий номер, викторина и презентация особо опасной зоны своего района. На подготовку к конкурсу у команд ушло несколько недель. Но это время потрачено не зря. Б. Постой и посмотри. Ехать можно? Стой и жди. Так, например, пятиклассники из команды пешеход в отряд школьной ЮИД попали всего месяц назад. Но первые результаты уже есть. И это не только удачное выступление на конкурсе. Например, водители едут на красный свет, но раньше, мне кажется, я этого не замечала. Ну, еще некоторые пешеходы переходят неправильно. Сейчас это все заметно. В своих школах юные инспекторы проводят викторины и конкурсы, рассказывают о правилах дорожного движения малышам и участвуют в акциях совместно с ГИБДД. Цель их работы в том, чтобы ребята в школе привлечь к изучению правил дорожного движения и к их обязательному соблюдению. Потому что это очень важно для нас, чтобы ребенок с ранних лет уже освоил элементарные правила поведения на дороге. И чтобы это поведение было безопасным. В первую очередь члены жюри оценивают как раз практическую часть выступления. Насколько хорошо ребята знают правила дорожного движения и умеют применять их. Затем оценивается творческая составляющая выступления. Ведь суть конкурса и заключается в том, чтобы жизненно важную информацию преподнести в интересной и увлекательной форме. Так и запомнить и соблюдать правила дорожного движения будет легче. Александра Шер, Артем Свернов, Вологда Портал.